Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Программа о животных, а точнее о брошенных и рожденных на улице городов нашей губернии. Программа с необычным названием «Хочу домой». И действительно, домой хотят не только люди, но и животные. Сегодня мы решили не отступать от уже сложившейся традиции нашей программы. Немножко проанонсирую, что же у нас сегодня будет. У нас есть сюжет, и, наверное, его лучше всего назвать «Практикум». Даем полезные советы по содержанию, дрессировке и уходу за собаками и кошками. Далее будут четыре видеовизитки. И хочу обратить именно на это внимание тех людей, которые хотят взять себе собаку из приюта. Визитки о собаках, которые хотят домой, которые ищут новых ответственных владельцев. Ну и самое главное – это, конечно, беседы с гостями в студии. И сегодня у нас председатель областной общественной организации клуба «Собаково-союз кинологов» Наталья Ракицкая. И второй гость – методист, кинолог Татьяна Куликова. Здравствуйте. 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 Ну и, естественно, такой традиционный вопрос. Наталья, скажите, пожалуйста, сколько вашему клубу лет? Насколько я знаю, это древний клуб. Ну, древний это как-то звучит. Но один из старейших клубов. Мы образовались в феврале 96-го года. В начале февраля, прямо в самом начале, мы провели учредительное собрание. А 22 февраля 96-го года уже получились свидетельства о регистрации. А раньше как-то клубу собаководства не касались темы бродячих собак? Или это не так? Ну, если честно говорить, то мы не включаем в план своей работы работу с бродячими собаками. Потому что мы работаем с владельцами. То есть прежде всего мы работаем с людьми. Однако все чаще возникают такие вопросы, ну, скажем так, на бытовом уровне, когда пришел человек к нам в клуб со своей собачкой, либо оформить документы, либо еще по каким-то проблемам. И просто в разговорах возникают такие сюжеты. Вот вы знаете, а вот мы, мы вот столкнулись, мы встретились, моя собака испугалась или наоборот бросилась на стаю бродячих собак. И именно разговор уже идет не об отдельных собаках, а целых стая бродяжек. Люди напуганы, достаточно напуганы. И хочется выработать какую-то схему поведения при таких встречах. Как часто к вам обращаются с беспородными собаками? И вообще, вот раньше, по-моему, мне кажется, когда-то давным-давно я слышал, были выставки именно таких беспородных собак, метисов. По-моему, одна из таких выставок была на сегодня Динамо. Ну, может быть, это было сто лет назад. Сейчас такие выставки не проводятся. Мы проводим только официальные выставки в системе РКФ Российской кинологической федерации. Там участвуют собаки только породные и только с документами РКФ. Все. А обращаются к нам люди, которые имеют беспородных собак. Очень многие из них взяли из приютов. И поскольку они хотят официально участвовать в дрессировке и соревнованиях, им нужно клеймо. Мы таким собакам официально присваиваем клеймо из нашей клубной племенной книги. Обязательно туда их заносим. То есть, в принципе, сейчас все те владельцы собак, которые взяли беспородную собаку, уже могут также принимать участие в общественной жизни РКФ? Да. Но не в выставках, а в соревнованиях, состязаниях. То есть, в дрессировке. Понятно. Вот тут, да. Татьяна, вопрос, как методисту, каких собак сейчас, какие породы больше всего востребованы, вот, ну, конкретно в нашей Самарской губернии или в нашем городе? В нашей Самарской губернии, ну, в основном корги. Вельш корги Пемброк. Как бы считается востребованная порода модная. Это модная порода модная, да. Люди смотрели фильм «Хатика», все пытались приобрести себе акиту, но понимают, что не все в фильме так гладко, как есть на самом деле. Больше выбрасывают без породных или все-таки породных собак? От породы не зависит, все зависит от человека. А просто породных животных собирают клубы, ну, как сказать... Волонтеры. Породники, которые курируют эту породу. И заводчики, ответственные заводчики своих детей никогда не бросают. Они их забирают себе там в питомник, либо домой, да, и уже ищут руки. Добрые, новые. Поэтому, когда животное породное имеет клеймо, очень удобно найти заводчика, заводчик уже не бросает. А с безнадзорными животными, беспородными, к сожалению, все ложится на плечи волонтеров. Ну, или приютов, я так понимаю, да? Ну, да, или приютов. Но приюты переполнены, поэтому как бы... А кого больше сейчас в приютах? Все-таки таких беспородных собак-метисов? Или все-таки есть какой-то процент еще и породных собак? Мы не имеем с ними непосредственных контактов. А, вот с такими приютами? Ну, с приютами нет. Там есть пара-тройка телефонов, в которые мы можем позвонить, узнать, а нет ли у вас вот такой собаки, которая потерялась. А есть ли какая-то общая база у нас в городе, где можно найти потерявшуюся собаку? Только по клейму, да. Только по клейму. Мы найти легко можем породную собаку, которая была проведена, оформлена, да, скажем так, в каком-то клубе собаководства, в любом. Вот, в РКФ существует такая база, клейм. И очень легко находится заводчик, а потом и владелец, как правило. Через заводчика уже. Нужна ли дрессировка собакам-метисам, сядых с улицы? Нужна ли вообще дрессировка? А как же? Всем нужна. Всем нужна, конечно. Как только появилось животное в доме, это как ребенок. Сразу надо воспитывать. Воспитывать, дрессировать. А однозначно. Потому что собаке ничего не надо. Надо вам, владельцу. Собака лежала бы дома, на диване, ела, пила, гуляла. Нет, я бы так не сказала. А вся ответственность лежит на владельце, потому что вы за нее несете ответственность. Соответственно, собака должна вас слушаться на сто процентов. Когда заводят собаки, неважно, породистых или нет, всегда возникают вопросы. И один из них, чтобы собака двигалась, и ей было бы интересно на прогулке. Что делать, и чем занять своего любимца. И в этой связи есть идея. Посмотреть, как выработать один из очень важных приемов для активных прогулок. Далеко не каждая собака сможет сразу понять команду от своего владельца «Подай, опорь или принеси». Это качество вырабатывается в процессе обучения на дрессировочных площадках. И здесь бывает безопытного и грамотного кинолога не обойтись. Однако некоторые владельцы, имея опыт воспитания с предыдущими собаками, могут легко выработать прием подноса предмета самостоятельно. Элла Тагаева – собаковод со стажем. Лабрадор – дюша третья собака. А полтора года назад, чтобы дюше было не скучно, завела и черного лабрадора панду, то бишь уже четвертая собака. Упражнение подноса апортировки – очень важный элемент воспитания лабрадоров. Ведь эта порода считается подружейной. А Элла увлекается охотой и спортивной дрессировкой по программе охотничьих нормативов. Собака должна стать апортировкой? Для чего? Мне кажется, любой собаке апортировка не помешает. Потому что, во-первых, это взаимодействие с хозяином. Во-вторых, это весело. Ну а уж ретривером сам Бог велел. Да, ретривер – это подружейная собака, специализирующаяся на подноске дичи. Апортировка – это игровой элемент воспитания собаки и самое главное – движение для обоих. А еще бывает и такое – вы потеряли ключи. Или, к примеру, нужно помочь принести рюкзак. Рюкзак подай. Молодец. Супер. Начинать лучше в процессе прогулки, играя с любимой игрушкой вашего пса. Все упражнения должны строиться на основе интереса собаки к игрушке. И лишь спустя некоторое время постепенно добиваться выполнения апортировки по команде, как обязательное упражнение. Да, да. Крыса, обойди. Обойди, да. Держи. Держи крысу. Дай крысу. Молодец. И само собой поощрение за то, что собачка сделала то, что хочет хозяин. Держи. Дяночка, крысу подай. Да. Не у всех собак сразу получится подносить предметы по команде хозяина. Но здесь самое главное – терпение. Диану научить апортировки честно было сложно. Потому что когда-то мы очень жестко отучали ее брать земли. В итоге Ди, как умная собачка, сделала вывод, что лучше ничего вообще в рот не брать. Ну, а потом, когда у нас возникла необходимость, чтобы собака апортировала, это было достаточно сложно. Диана спокойная и по типу темперамента флегматик. А вот черный лабрадор-панда в основном холерик. Очень веселая и подвижная собака. Научить ее апортировки оказалось намного проще. Сначала игрушки, мячики, а потом и специальные предметы, используемые во время тренировок охотничьих собак. А потом уже мы занялись с Наташкой. И у нас появились вот такие штуки. Это называется дамис. Это мягкий предмет. Например, мячик, обернутый перьями утки. Но это уже только для специальной дрессировки. Всем остальным дадим совет начинать. Нужно от простого элемента, переходя к сложным. Активно поощрять собаку лакомством и терпением при отработке этого упражнения. Ну что ж, вот такие два замечательных лабрадора показали нам на практике, как же подносить предмет своему любимому хозяину. Ну а мы опять переносимся в нашу студию. Итак, я думаю, всем все понятно. Ну а в общем, лучше обратиться к кинологам. Ищите, пожалуйста, адекватных и опытных. И у меня есть вопрос. Каждый день мы сталкиваемся с бродящими собаками. Вы сталкиваетесь с ними? И что делать, если вдруг, неожиданно, они начинают на вас нападать? Мы гуляем в парке Щурса. У нас там есть активная группа гуляльщиков. Мы обсуждаем наши дела в группе в Вайбере. Несколько раз я видела сообщения от наших участников о том, что они наткнулись на бродяжек. Бродяжки у нас перетекают из парка в парк, перетекают от губернского рынка, который, все знают, да, который, видимо, подкармливает их. Такая некая пищевая база, да? Да, пищевая база. Это так. И вот они сбиваются в стаи, посещают и парк Щурса. Особенно в вечернее время мы часто слышим лай. Мы часто видим силуэты. Собаки достаточно крупные. Ютятся они там где-то в каких-то помещениях, подвалах, около тепловых труб. Вот. Но, если честно, нападений лично на меня не было. Мои собаки реагируют на них лаем, если видят, пока они убегают. Вот я, например, делаю движение, как будто я подняла камень и кинула в них. Вот, кстати, хороший совет. Вот они убегают. Некоторые останавливаются и изучают меня. А действительно ли это камень, и действительно ли я его брошу? А, то есть вот так, да? Уже появились такие. В соцсетях волонтеры, или как их еще называют, кураторы, постоянно сетуют на то, что вот, люди такие-сякие, выбрасывают собак сплошься рядом, куда ни глянь, одни изверги. А так ли это? Или у нас все-таки собаки плодятся сейчас сами по себе? Владельцы, когда приобретают щенка, да, пытаются найти подешевле для себя. И щенок, когда вырастает, не оправдывает надежды. Надежды. Купил корги, выросла док. Или там купил бегля, выросла непонятно что, трехцветная окраса. Поэтому, я думаю, что не обязательно они рождаются на улицах, да. Но они и на улицах тоже рождаются, в связи с тем, что владельцы, как говорится, человеческий фактор, не оправдали надежды и выкинули это животное. Вы знаете, я хочу добавить тут чуть-чуть. Вот люди иногда странные бывают. Они считают, что если они взяли вот эту породу конкретную, почитали о ней литературу, и они думают, что эта собака вырастет сама по себе и проявит все свои породные качества, скажем так. Да, конечно, собака будет проявлять свои породные качества, но эти породные качества иногда идут в разрез с желаниями владельца. Например, бигль. Собака, склонная к побегу. Или хаски. Бигль, бигль и бегает. И бегает. Или хаски. Ну вот, знаете, это самая сбегающая порода, которую постоянно ищут. Это хаски. Но это породные качества. Да, они, видимо, вот стремятся на волю. Но я хочу опять вернуться к этой же теме, да. То есть, если собака не оправдала ожидания владельца, то что? Владелец сначала пытается ее, может быть, пристроить куда-то в другие руки, у которых будет больше времени на то, чтобы ее вводить на дрессировку. Вот опять все складывается так, что какой бы породный, породными качествами не обладала собака, ее все равно нужно воспитывать, а значит, дрессировать. Если у тебя это не получается у самого, дорогой, то просьба, иди на площадку, найди дрессировщика, найди помощника, который тебе расскажет, что и как делать, чтобы мирно и спокойно жить в городе с собакой. Что делать? Как вы считаете, все-таки, как бороться с таким количеством бородичных собак, как сейчас у нас? Вот, к сожалению, я очень мониторил много, значит, отзывов по поводу 98-й статьи, вот, не было ее лет 10 назад, а она появилась, и все, и у нас количество собак очень сильно возросло. Возросло, прям и растет, и растет, и растет, к сожалению. Вот, но все-таки идет какая-то работа, идет борьба, мы пытаемся что-то делать, и идет понимание со стороны администрации, вот. И хотел бы здесь вот все-таки спросить, вот, если бы вы бы на вашем месте, что бы вы сделали бы? Да, и еще самый главный вопрос, который я тоже иногда задаю его, а как лет 20-30 назад боролись с бродячими собаками? Ой, лет 20-30 назад боролись, я бы сказала, ужасно, ужасно. То есть был достаточно жестокий отлов, слава богу, что он проводился, ну, на моей памяти, ранними утрами или ночами, то есть когда люди еще спали и на улицы не выходили. Собирали этих бедняк в жуткие эти машины, грузовики, отвозили их в спецприемник, который находился на улице Желябова, мне так кажется. Ну, а дальше я просто не хочу озвучивать, как там происходило усыпление этих собак. Был так. Ну, сейчас работала и работает, видимо, система стерилизации отлова. Отлов достаточно гуманный, дальше стерилизация, вакцинация, обработка от эктоэндопаразитов. Собака содержится какое-то время либо в ветеринарной лечебнице, либо уже в приюте, и дальше начинают волонтеры заниматься ее судьбой. Или же собаки вывозятся на то место, где их отловили. Ну, как говорится, дай бог, дай бог. Ну, а мы переходим к следующей нашей рубрике, непосредственно к знакомству с собаками, которыми мы ищем новых владельцев. Еще раз хочу напомнить, что брать собаку можно в любом возрасте, и не бойтесь, пожалуйста, даже если собаки год, два, три, нужно лишь время на адаптацию, конечно, консультации кинологов, как воспитывать правильно ту или иную собаку. Давайте посмотрим. Этому псу примерно один год восемь месяцев был найден на улице после отлова с биркой в ухе. Долго бегал по улицам, сильно похудел и, возможно, попал в собачью драку. Привезли его в плохом состоянии. Лишь через несколько месяцев удалось поправить и полностью восстановить его здоровье. Поначалу был очень недоверчив к новым людям. Он даже не подходил ко мне очень долго. Зато сейчас он прям молодец. Он стал ручной, как котенок у нас. Но умеет охранять, очень хорошо умеет охранять дом. Если на территорию кто-то заходит чужой, мы слышим такой лай, что прям страшно, если что. А как он к людям относится? Добродушный, добродушный так он. Если пришли со мной, если, допустим, раз, подошли, два, с вкусняшками, с чем-то так еще, он постепенно привыкает, приучает к себе там это, позволяет, начинает доверять. Пес Миша очень нуждается в хорошей семье и готов уйти из приюта к новому хозяину. Миша привык гулять на поводке и может выполнять охранные функции. К своим собратьям относятся терпимо. Звоните по телефону 8-967-503-78-20. Метис Альма живет у Елены более полугода. Была найдена на улице после отлова. Бегала худая в поисках пропитания. По возрасту ей около двух лет. Так она очень красивая. Она живет в вольере. Она даже в вольере никогда не гадит. Она выходит обязательно на улицу в выгул. То есть такая вот, значит, оплотная. Такая она спокойная. Играет с игрушками. Такая неконфликтная с собаками. Если с кем-то за компанией, она вот с Мишей. Миша начинает на кого-то лаять. Она прям все. То есть они очень хорошие друзья с Мишей. Глеб сейчас играет. И она со всеми собаками дрожит. Находит. Со щенками хорошо играет. То есть она нет. Со двора никуда не уйдет. Ну такая она умненькая девочка. Эту собаку можно взять в квартиру. Поначалу немного трусливо. Однако через некоторое время хорошо привязывается к человеку. Альма хочет домой и готова в любую минуту покинуть приют волонтера Елены. Обращайтесь по телефону 8-967-503-78-20. Необычный окрас делает этого пса особенно привлекательным. Волонтер Елена забрала его из приюта и назвала Ленчик. Немного подлечила и сейчас ищет ему хозяина. Ушки такие у нас хорошие, да, Ленечка? Он очень ласковый, грунт. А к людям как относится к посторонним? Ну, побаивается. Ну, в принципе, сейчас очень любопытство перебарывает. Любопытство у него очень много. Он же не видел. Он просидел полгода в клетке. Что он видел, он ничего не видел. И сейчас ему все интересно. Он видит только любовь и доброту со стороны. Поэтому он такой, это, любопытный. По характеру активный. Нуждается в дрессировке. Ленчик ждет своего нового хозяина. Мечтает обрести дом и быть единственным любимым в семье псом. Звоните по телефону 8-967-503-78-20. Необычная мордочка, вызывающая чувство уважения. Немного бультерьера, питбуля, есть даже складки шарпея. Если бы не действия волонтеров по ее спасению, неизвестно, как бы сложилась ее судьба. Украли ее от живодеры. Она была зимой в 30 градусов привязана к забору голодные, холодные, избитые. Она до такой степени. Вот только сейчас у нее все это прошло. Она такая девочка стала компаньон. Вы можете к ней подойти, ее погладить. Она вас не боится и вас не укусит. То есть она полностью адаптировалась, собачка. Рокси, так ее назвали, ищет новый дом и добропорядочного хозяина. Рокси можно содержать как на улице, так и в квартире. Последний вариант наиболее подходящий. Рокси хочет уйти из приюта домой к своему новому владельцу. Возьмите Рокси домой. Обращайтесь по телефону 8-967-503-78-20. Ваша деятельность связана с РКФ Российской кинологической федерации. Вы непосредственно в этой системе. Там что говорят о таком количестве бродячих собак? Идет ли какая-то работа по уменьшению количества бродячих собак на улице? Или хотят ли какие-то на уровне методичек? Или на уровне каких-то советов, рекомендаций? Что можно сказать по этому поводу? Или все-таки Российская кинологическая федерация все равно на бродячих собак? Я не могу сказать, что все равно. Это просто не относится к их непосредственным видам деятельности различным. То есть начать с того, что РКФ занимается прежде всего породными собаками. И регулирует правила разведения, оформления пометов, проведения выставок. То есть проведение, скажем так, племенной работы, выставочной деятельности, ну и сопутствующих разделов работы, но только с породными животными. То есть, ну лично я не встречала ни разу каких-то указаний, разработок, методичек, касающихся бродячих животных. Этого нет в РКФ. Самый главный вопрос, который сейчас обсуждается и в Совете Федерации, и на уровне областных дум в разных городах нужна ли ответственность за некорректное, за неправильное содержание животных? Нужны ли штрафы за безответственное отношение к животным? Человек завел собаку, он раз ему не понравилось, то взял его и выкинул. Слушайте, ну вы должны как-то... Как бороться с этим человеком? Или за жестокое обращение с животными? Конечно, с таким человеком надо бороться, и каким-то образом он должен быть наказан. Каким? Клуб собаководства не может дать ответ на этот вопрос, да? Но самая большая сложность состоит в том, что этого человека надо сначала определить, ну, грубо говоря, поймать, да? Когда он преступно обращается к своим животным, доказать, что он неправ, да? Кто этим будет заниматься? Как это будет выглядеть? А клуб собаководство не мог этим заниматься? Клуб может. А вот дальше клуб, как общественная организация, допустим, выявляет такого безответственного владельца. Дальше куда клуб должен обратиться? В милицию или в какие-то органы администрации, я не знаю. Ну, в принципе, если все-таки будет какая-то такая вот объединенная задача, поставленная перед общественными организациями клубов собаководства, что, ребята, а не могли бы вам помочь нам переписать всех, дать информацию, во-первых, о породных собаках, которые есть на руках у жителей нашего города, и чуть-чуть дать нам информацию о бородячих собаках. Или примерно о собаках, или о владельцах, которые держат собак у себя дома, но которые не зарегистрировали их. Может так? Как? Ну, это очень сложно. Знаете, вот сейчас у нас кончается лето, да? Начинается осень, люди уезжают с дачи. И когда они уезжают с дачи, вот у нас непосредственно дня два назад был звонок. Это же звонила женщина, она представилась, она назвала свой возраст, она сказала, что дети подарили ей собаку, но у детей своей жизни им больше не до собаки, а ее, этот пес, она уезжает с дачи, а собака принесла ей щенков. Она обратилась к нам за помощью, чтобы мы помогли ей пристроить этих щенков. Вот Татьяна продолжит эту печальную историю. Да, очень коротко, у нас осталось, правда, совсем чуть-чуть времени. Да, вот. Были ей даны телефоны волонтеров, приютов. Она перезвонила, сказала, что приюты переполнены, трубки не берутся за это. Я ей дала телефон еще одного волонтера, но после этого звонок от нее не поступал. Я думаю, что волонтер взял на себя кураторство над этими щенками. Ну вот это вот как раз наоборот пример, это пример ответственного отношения. А вот безответственные, тут и ответственному-то сложно помочь, а безответственных выловить, к сожалению, да. Итак, к сожалению, наша программа завершилась. Очень много есть вопросов, но думаю, это не последняя наша встреча, ведь проблема сейчас, можно сказать, наболевшая, она уже касается почти каждого второго-третьего человека, жителя нашего города. Вы смотрели программу «Хочу домой» на телеканале «Самара ГИС». До свидания, всего вам доброго.